Сегодня я решил поделиться с вами одной очень удивительной и невероятно трогательной историей дружбы. А дружба была между представительницей рода птиц, вороной и представителем рода хищных млекопитающих, котом и ее трогательное окончание. Котенок появился совершенно случайно во дворе одной супружеской пары. На вид он был совсем крохотным, таким что Джек и его супруга Энн сперва даже не поняли, кто это. Они предположили, что некто должно быть перебросил котенка во двор через штакетник. Пара решила оставить маленького найденыша на какое-то время. Джек сначала возражал, говорил, что не любит кошек и если бы он хотел завести домашнее животное, то это определенно была бы только собака. Энн пообещала подыскать новый дом для котенка, планировала узнать у друзей, кто из них сможет стать для него новой семьей. А пока, супруги приобрели для малыша все необходимое и обустроили уголок для него. На тот момент, котенку было уже около трех месяцев, поэтому питаться он мог уже самостоятельно. Самое удивительное, произошло, несколько дней спустя, когда пожилая пара заметила, что за котенком стала пристально наблюдать огромная черная птица. Этой птицей была ворона. Ее пожилая пара назвали Тенью. Вскоре, ворона взяла котенка, которого пара назвала Томом, под свое крыло. Она пыталась накормить его своей любимой едой, насекомыми и червями. Супруги не поверили своим глазам, когда увидели впервые, как Тень кормит малыша, оберегает, предупреждает об опасности и не пускает его за пределы двора. Джек и его супруга думали, что никто не поверит в эту невероятную историю. Поэтому, начали снимать историю жизни Тома и его необычной защитницы на видео. Котенок проводил вечера в доме, наслаждаясь комфортом, а каждый день, в шесть часов утра, Тень стучала в дверь, вызывая своего маленького приятеля на прогулку. Супруги выпускали малыша на улицу и необычные друзья, день напролет, дурачились и играли. А пока они играли, Джек и Энн все это время снимали их удивительную связь на видео. Спустя какое-то время, мужчина даже забыл, что поначалу был против котенка. Он полюбил Тома всем сердцем и считал его полноправным членом семьи. Необычная, умная Тень также заслужила доверие семье и стала их другом. Когда Джек и Энн включали музыку, Тень танцевала и пыталась издавать звуки, похожие на пение. Казалось, что все было просто идеально. Большая, дружная, веселая семья. Прошли годы. Все в округе, узнали о необычной семье, в которой жили кот и ворона. Но к огромному сожалению, наступило время, когда Том заболел. Он прожил замечательную жизнь, но был уже стар. Супруги обращались к разным ветеринарам, но те ничего не смогли сделать, просто прописывали животному витамины и обезболивающие. Благодаря лекарству, кот прожил еще несколько месяцев, но вскоре навсегда покинул своих хозяев. Они плакали, и даже Джек не смог сдержать слез, но Тень не умела плакать, хотя горе ее было необычайно велико. Тома похоронили на кладбище животных. Вся семья, в том числе и ворона, прощались с ним. На следующий день, Джек и Энн ждали и прислушивались, не постучит ли Тень в дверь, но это так и не произошло. После смерти Тома пара, больше никогда не видела Тень, но они не теряют надежды. Возможно, однажды, ворона еще их навестит. Друзья, если вам понравилась эта история, то прошу не поленитесь и поставьте лайк, а в комментариях напишите свое мнение о прочитанном. Я очень надеюсь, что сегодняшняя статья осядет в вашей душе, своей трогательностью и теплом. Пусть у этой истории грустный конец, но в целом, в этой истории больше положительных моментов. Ведь Том прожил очень чудесную и долгую, по кошачьим меркам, жизнь. Жизнь в кругу любящих людей, и такого необыкновенного друга, как ворона тень. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного, а также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете по поводу этой истории.